Кибершорты, кибершорты, киберштаны, киберкофты – это адаптивная одежда. Десятки липучек, крошечных кнопок и завязок на одной кофте или шортах. Эти изделия мастерицы называют киберодеждой. Всё, что создаёт швеи, удобно и комфортно. В кропотливую работу вкладывают всё мастерство и душу. Иногда на одной кофте для раненых нужно разместить до 40 липучек. Это кофта весёленькая, которая расстёгивается спереди. А потом, если такое ранение, она расстёгивается полностью по рукаву. Ольга Липак шьёт адаптивную одежду в своей квартире в Харькове. Утром работает бухгалтером на предприятии, а вечера проводит за швейной машинкой. Я хотела помогать, но я не знала, как. Во-первых, с начала войны я только донатила, потому что сидела дома, муж на войне. Помогать хотелось, а чем – я не понимала. Ольга рассказывает, что это её хобби. Шила в основном себе мужу и ребёнку. Когда узнала в соцсетях о швейной роте, присоединилась к мастерицам. Её муж в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину пошёл добровольцем. Ольга вспоминает, в 6 утра 24 февраля он уже был в военкомате. Я его увидела ещё в ноябре потом. Несколько раз он приезжал в ноябре домой, потом в декабре приехал перед Новым годом на 6 дней. Тогда мы узнали, что он отправляется в Бахмут, и после 11 января с ним уже не было связи. На рабочем столе рядом со швейной машинкой стоит фотография её Игоря. Ольга говорит, когда она стала шить для ВСУ и госпиталей, всегда интересовался, над каким изделием работает. В январе её муж погиб. Когда муж был, он мне помогал. Я сидела дома, и он мне деньги давал на шитьё. Ему это очень нравилось. Всегда спрашивал, ну как ты, что там у тебя? Я ему фотографию отправляла. Ольга тяжело переживает гибель мужа. Работа и шитьё спасают, говорит женщина. В память о нём она продолжает шить. Вот я доделывала размер, на тот момент его не было. Это штаны. На её счету сотни вещей для раненых. Ольга передаёт их в госпиталь или отдаёт знакомым. Из всех шорт ваши с тиграми самые лучшие. Такие шорты я высылала только на кнопках. Кто просит на кнопках, делаю на кнопках. Удобные. Изделия швейной роты знают наши защитники в Днепре, Запорожье, Харькове, Николаеве, Киеве, полевых госпиталях Донецкой и Запорожской областей. Сеть из сотен волонтёров-мастериц работает по всей Украине. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой. Из Харькова для телеканала «Фридом». Сухорукова для телеканала «Фридом».